На разработки молодых умов региона опираются коммерческие компании. Это подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время визита в областную столицу. Кладись идеи для научно-технологического развития, Центр компетенций Ульяновского госуниверситета. Одна из последних местных разработок – отечественное программное обеспечение для робота. Такая деятельность позволяет области держать высокую планку. Мы видим, что научная составляющая на очень приличном уровне. Первый всероссийский рейтинг, который Миноборнауки подвел итоги за 2022 год, показал, что Ульяновская область находится на почетном восьмом месте среди всех регионов страны. Я понимаю, что будет очень тяжело держать этот показатель. К этому нужно будет стремиться. Но в этом как раз и залог эффективности и производительности труда. Высоких показателей ожидают и от ульяновских спортсменов. Для них в этом году ведут в эксплуатацию сразу три объекта – «Окрытый футбольный манеж», «Центр борьбы» и «Дворец единоборств». Последний до недавнего времени называли «Безнадежный долгострой». Изменить ситуацию удалось благодаря нацпроекту «Демография». Глава области Алексей Русских отметил – останавливаться рано. Уже есть новые проекты. Для их реализации потребуется федеральная поддержка. Я считаю, что нам необходимо очень серьёзно подумать над созданием специальной спортивной базы для наших паралимпийцев. Они тоже у нас достигают очень хороших результатов. Последние олимпиады, на которые они участвовали, значит, они принесли нам две бронзовые медали. Поэтому, безусловно, надо их поддерживать. Разобрать вопросы социально-экономического развития и цифровой трансформации Ульяновской области – ещё одна задача рабочего визита Дмитрия Чернышенко. Основные тезисы по этой теме озвучили на профильном совещании. Здесь же подвели промежуточные итоги добрососедской кооперации с регионами ПФО. Одним из первых в стране Ульяновская область инициировала поиск партнёров соседних регионов, наращивая объёмы межрегиональной кооперации. Одной из ведущих форм этой деятельности стали выезды к соседям с бизнес-миссиями – организация приёмов ответной делегации. За минувший год бизнес-миссии были организованы в семь субъектов России, а также в Республику Беларусь. В результате сейчас в работе находятся больше 160 новых контрактов на сумму почти миллиард рублей.